Кто, если не я? Такая жизненная позиция характеризует лучшим образом инициативных и активных жителей, которым не безразлично не только своя жизнь, но и то, что их окружает. Благоустройство дворовой территории в данном случае не исключение. Героине нашего сюжета, жительнице Одинцова, важно, чтобы вокруг ее дома царили красота и порядок. Такое желание привело к созданию цветочного оазиса прямо на придомовой территории. Яркий орнамент, оригинальный дизайн и уникальные креативные решения – все это воплощение творческих идей жителей третьего подъезда дома номер 50 по улице Говорова. Куратором цветочного проекта является Людмила Швырева, без которой вся эта красота осталась бы всего лишь мечтой. Идея родилась и витала в воздухе давно, но смогла реализоваться только в прошлом году. Начало было нашей работы совместной с жильцами нашего подъезда – это лето прошлого года. Это все смогло вылиться вот в такой результат, который вы сейчас видите перед собой. Силами жильцов всего подъезда высаживали цветы, создавали альпийские горки, раскрашивали скамейку во все цветы радуги. Участвовали в коллективном творчестве и дети. Благодаря им обычный канализационный люк превратился в яркий разноцветный круг, а мусорные урны – в картинки из детских книжек. Администрация в этом году нам выделила 15 мешков грунта и некоторую часть рассады. Ну и я с ними взаимодействую по любым вопросам, которые меня интересуют. Есть такой отдел по работе с населением, в частности Владимир Николаевич Азаров всегда на связи и всегда мне помогает и словом, и делом. На этом Людмила Викторовна останавливаться не планирует. У нее еще много идей. В следующем году мы хотим клумбу с однолетниками заменить петуньи на другие цветы, не менее красивые. Плюс у нас есть еще бесхозная клумба. Это вот клумба рядом с нашим подъездом. Мы хотим и ее немножечко тоже облагородить, чем мы сейчас и занимаемся. Притягательная сила цветов настигла и жителей соседних домов. Они приходят сюда полюбоваться и даже делают селфи на фоне цветочной композиции. Сова с колокольчиком чутко бдит за состоянием растений. Она стала своеобразным талисманом местных жителей. Вся эта цветочная феерия станет участником муниципального этапа конкурса «Мой двор, моя гордость». Сегодня жильцы дома готовят заявки на участие и презентацию двора. Конкурс пройдет в два этапа – муниципальный и региональный этап. По итогам муниципального конкурса будут отобраны лучшие дворы Одинцовского городского округа и отправлены на областной конкурс. В заявке необходимо указать адрес, контактные данные, фамилия, имя, отчество заявителя, приложить пять фотографий благоустройства двора и краткое описание истории благоустройства. Ну а если вы также любите свой двор, благоустроили его своими руками и вам есть чем удивить жюри, участвуйте в конкурсе. Кстати, двор-победитель будет включен в муниципальную программу благоустройства придомовых территорий на 2020 год. Влада Шишова, Денис Харламов, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.